Здравствуйте! Я Лариса Гузеева. В эфире «Давай поженимся». Программа о том, как найти свою любовь. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня у нас невеста и три жениха. Кенийский миллионер Келс, российский олигарх Владимир и американский гражданин Айка. Невеста у нас Анастасия. Давайте посмотрим. Анастасия, 35 лет. Её шикарную свадьбу и громкий развод обсуждала вся страна. Когда страсти улеглись, стала удивлять общественность романами с олигархами и откровенными фотосессиями. Анастасия – балерина, заслуженная артистка России. Гордится своим именем и искренностью. Мечтает организовать мировое турне. Анастасия знает себе цену и никогда не обратит внимания на малообеспеченного мужчину. Её избранник должен иметь возможность возить её на частном самолёте, построить для неё дом с баней и купелью и высоко ценить её творчество. Давайте встретим Анастасию. Мы ждём вас. Здравствуйте, Настя. Здравствуйте. Пожалуйста, проходите. Как у вас крепкое рукопожатие такое. Не женское вовсе. Красивая девушка. Очень. Она очень красивая. Правда, без хихишек. Красивая. Сразу вопрос к Василисе, к профессиональному астрологу. Анастасию преследуют скандалы или она сама их находит? Да, наверное, часть скандалов возникает спонтанно. Но мне кажется, что для любого сейчас известного человека организованные скандалы – это тоже определённая часть жизни, они тоже в общем нужны. Поэтому главное в этих скандалах, ну, как мне кажется, всё-таки не путать легенду с реальной жизнью и оставаться самим собой. Однозначно. Как ты думаешь, у меня шанс есть? У тебя шанс? Покорить эту девушку. Ну, а почему нет? Роза, я думаю, если бы на твой рынок залетали такие птицы, как Анастасия, ты давно бы была миллиардершей, известной на весь земной шар. Поэтому мне даже как-то смешно спрашивают тебя, как ты оцениваешь товар. А ты что, думаешь, ко мне такие не залетают, что ли? Думаю, что нет, уверена. Ко не, ну прямо, не знаете вы ничего. А невеста, я скажу, у нас историческая женщина. То она Собчак подралась, то она скандал устроила в Кремлёвском дворце, то она всю страну срам показала. Анастасия, зато богатая, красивая, знаменитая, то, что неплохо, трофей большой. А то, что миллиардеры хочешь. Ой, Настенька, с годами это всё проходит, поверь мне. Ну, знаете, у меня уже были в моей жизни миллиардеры. Настя, извините, с кем вы пришли, кто пришёл вас поддержать? Ринат и Маша. Очень приятно. Настя, вокруг столько слухов, что уже просто, по-моему, все замучились. Ну так вы интересуете всех и ваша личная жизнь. Вот хотелось бы развеять какие-то, если вы готовы, если настроены, ну, практически были запросы. Я готова ответить на любые ваши вопросы. Вот, например, один из слухов, что ваша свадьба была, ну, картинкой просто красивой. Вам захотелось праздника, побыть принцессой. А на самом деле... Конечно, была самая лучшая картинка, мне кажется, с пятью свадебными платьями, с двумя дворцами, Екатеринским дворцом в Пушкине и Юсуповском дворцом здесь, в Москве. И, конечно, это была просто шикарная свадьба. Это был подарок мне от Игоря, и я считаю, что самое красивое событие. Ну, вы официально выходили из него замуж? А это что значит? Ну, официально это штамм в паспорте, да. Нет, зачем он нужен? О чем вы говорите? Меня всегда в жизни, в любой, и в творческой, и в жизни, интересует не форма, а содержание. Я не понимаю, кто после этого, после того, как она из свадьбы картинку устраивает, захочет взять такую вот... У нас была пара, ну, не просто года, а века. А девочка на чей фамилии? На вашей? На... У Ариши моя фамилия, и я объясню, почему. Ну, во-первых, я хотела сохранить инициалы, и мне кажется, что моя творческая профессия поможет ей в том случае, если она выберет себе творческий путь. А ей в любом случае с вашей фамилией будет легче. Ну, где-то, может быть, не очень, но... Просто для девочки фамилия Вдовина, на мой взгляд, ну, как-то не очень. Хорошо, но, во всяком случае, мы с ним так договорились, что если родится мальчик, то я фамилию дам Игоря, а если девочка, то фамилия будет моей. Анастасия, еще после того, как вы появились практически на следующий день после родов на программе «Пусть говорят», все рожавшие женщины развали на все волосы от зависти, и говорили, ну, точно она сама не рожала, но с такими ногтями, в такой форме. Если бы эти женщины знали, что я накануне родов еще была в театре, у балетного станка, и вот Ренатик не даст соврать, все просто как тебе искать, я занималась, типа какая-то тетя выносила. Ларис, подождите минуточку. Значит, когда молоко было? Я не кормила свою дочь грудью, я кормила ее молочной смесью. Но молоко все равно пришло. Знаете, оно как пришло, так ушло. Скажи, пожалуйста, я не балерина, я на шестой день работала. А у меня на первый день пришло молоко, я кормила грудью. Рина и не актрис, это простая женщина, поэтому... Я через месяц танцевала уже спектакль. У вас у простых все как у людей, а у нас у звезд не как у людей. У нас все по щучьему велению рассасываются. У нас армян тоже не все как у обычных людей. Ну все не как у людей. Но молоко от нас не убегает, по крайней мере. Что там с чилийским миллиардером? Тоже всех очень парит эта тема. Замечательный друг у меня появился. Ну, так, к сожалению, на короткий период, пока мы были на гастролях в Чили, он устраивал просто удивительные сюрпризы. Он катал нас на своем частном самолете, причем за штурвалом. И мы вот с Ринатом, и еще с одним моим партнером, мы смеялись о том, что наши русские олигархи уже бы давно сидели, боевистки пили. Он сам смастерил и сконструировал такой трехколесный мотоцикл, который... И вас возил сам. Да, вы представляете, я трусихой, села на этот трехколесный мотоцикл в каске, вот с таким вот батманом, и ехала через... Молодец. По Сантьяну, вы представляете, зажигали вообще. Кстати, ее помада под цвет моей рубашки, я думаю, она есть. Это значит, если она мне поцелует, то просто-напросто никто не будет заметным. А за какие-то такие заслуги он вам вот эту лошадку подарил, дорогущую-то? За то, что я красивая женщина, и за то, что после нашего общения, которое продолжалось в течение месяца, поскольку у нас было 10 концертов по всему Чили, он действительно влюбился, и он сказал, что он такой женщины не встречал в своей жизни. Настя, вот сестринское сердце, вы, знаю, набожный человек очень. А как совмещается вот в такой женщине хрупкой и вот эта набожность, и, например, взять и у отца многодетного из семьи его забрать? Отца забрать из семьи? Ну да. Погулять, Ларис, а не забрать. Подожди, ну, во-первых, я хочу сказать, что мужчина любой, это же не казан на веревке, которую можно сегодня увезти, завтра привезти. А то, что у него, извините, у него жена была, прелюбодействие чистой воды? У кого она, Мигеля? Да уж я уж в ваших же не как-то запуталась уже. Главное, что с одним сожительствовали ребеночка. Вот что за несправедливость? У меня всегда со знаменитыми невестами беда, честное слово. Девочка молодая приходит, я на нее кидаюсь, говорю, как же так? Значит, извините, в метрике свидетельства о рождении прочерк стоит, ай-яй-яй, как плохо. А Настеньке, значит, все можно. Мне можно, знаете, почему? Почему можно? Я вам сейчас отвечу, если вы мне дадите такую возможность. Вы понимаете, я свободная женщина, я сейчас даже не замужем. Что касается Игоря, у нас были свои отношения, мы были мужем и женой. Если для вас важна печать штаба... Это сожительство называется в постановочке. Да, вот я сожительство, я хочу пожелать всему миру, чтобы все так сожительствовали, красиво. Как я с Игорем, чтобы у вас были лепестки роз по полу разосланы. А чего тогда с Ксенией Собчак подрались? Вы еще драчу не дались мы с Ксенией Собчак. Просто был период, когда Ксения был выгоден конфликт, она его устраивала. Я как могла достойно, все-таки пыталась от этого конфликта, ну не то чтобы отдаляться, но во всяком случае не реагировать или игнорировать. Я считаю, что нужно тоже иметь большое мужество и достоинство, что в каких-то ситуациях не сорваться. То есть вы сдадите сдачу? Нет, я не дам сдачу. Зачем это делать? Мне есть чем ответить. Я считаю, что знаете, как вот в словах Заболоцкого. Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повезти. Раньше времени не бой только. Вы считаете себя хорошей матерью, Настя? Я считаю себя замечательной мамой, потому что я количество проведенного времени с Аришей я превращаю в качество любви. А друг вы хороший? У меня подруг в жизни мало, я в основном дружу с мужчинами. А с мужчинами дружить сложно, потому что как-то они не всегда приемлемо... С мужчинами зачем дружить? С ними спать надо. Нет, вы знаете, спать я тоже... Они помогать должны. Вы знаете, я с ними могу дружить, а они нет. Они хотят иметь со мной или близкие отношения, да, или близость, или тогда вообще в пух и прах ему нужно разрыгаться. Я готов быть ей другом. Мы можем вместе в магазины сходить. Подожди, подожди, подожди. Сначала надо попытаться стать ей не только другом. Да. А потом уж посмотрим. Вот в идеале, вообще семья для вас в идеале на сегодняшний день какой должна быть? Для меня семья – это гармония в первую очередь, и это отношения, которые выстраиваются на доверии прежде всего. Я ее забыл далеко-далеко. Далеко. Далеко-далеко. А что вы можете предложить своему мужу? Я могу дать ему свою женственность, накопленный жизнью опыт, дать свою независимость, свободу, дать свою любовь. Вот скажет, Настя, ну все, уже хватит. Публичный человек, ну ты сама не устала? Вот давай уйдем в тень, просто заживем втроем на сегодняшний день. Я, ты, Ариша. Будем планировать других детей. Вот просто уйди. Вы знаете, если это будет мудрый человек, то, во-первых, он так никогда не скажет, понимая, что я ни одному мужчине в своей жизни не посвятила столько времени, сколько своей профессии. Я своей профессии 25 лет отдала. Поэтому мужчина, если будет мудр, он, наоборот, сделает так, чтобы я была так счастлива в жизни, чтобы реколилось мое творчество. И, наоборот, он будет понимать, что если я буду несчастлива в творчестве, то я и полюбить-то его по-настоящему не смогу. И разделить чувства. Это же потребительская позиция. Почему? Ну послушай, ну а как почему? Значит, мужа мы выбираем для того, чтобы он ее принимал, чтобы ей помогал и так далее. А я еще не видела ни одного мужика, которому был бы интересен женский внутренний мир. И никто не видит, не видит, в интернете говорит, что это он. И он там богат. В нем я вижу такое, знаешь. Для того, чтобы он ее принимал. Такая красота. Да? Ну, ну как святок. Вот как букет. Как букет. Вот у меня есть такой поклонник, который берег мои ноги, и зная, что мне нужно вернуться туда и обратно одним днем в Киев, взял и самолетик мне поставил. И он просто знал, что я плакала в это утро. А, то есть вы хотите, чтобы муж берег ваши ноги, и поэтому самолет, вот как мы машинку купаем обычные люди, а вы не хотите, чтобы муж берег ваши ноги? А вы не хотите, чтобы муж берег мои ноги? Мои? Посмотрите. Он вы как задираетесь. Эти ноги, это мой хлеб. Мои ноги, ваши деньги. Это я так говорю в своей команде обычно. Волочкову что кормит? Ноги. Сегодня я могу себе позволить уже хотеть мужа и с яхтой, и с самолетом, потому что я знаю две грани. Я знаю, как жить с олигархом, и знаю, как жить с Игорем, у которого достаток был меньше, естественно, но жизнь моя стала большим праздником. А почему с олигархом расстались? Здесь был момент недоверия, когда я знала, что два с половиной года за мной ездит наружка, когда человек меня ревнует ко всему, и у меня прослушивает телефон, я не могу сходить никуда, даже в салон красоты сделать прическу. Ну, может быть, он вас просто проверял, потому что миллиарды. Ну, вы знаете, наверное, человек видел мое отношение к нему и знал, что, живя с этим богатым человеком, я даже ни разу не попросила у него ничего, чтобы он не подумал, чтобы он не подумал, что я с ним за деньги. У вас не жизнь, а вот этот стиль экшен. У меня экшен, да. Вы говорили, выучила слово даже. Экшен, супер. И в итоге в экшен, как правило, все в одиночестве остаются. Значит, я хочу, чтобы вы переписали сценарий. Сроченько просто. Да. Я вам хочу, чтобы у вас... Вы знаете, если была романтическая... Сама вершитель своей реальности. Я сама вот как с ним придумала, так оно все и будет. И с самолетом, и с яхтой, и с вертолетом на этой яхте. Ой, милая моя, в 50 лет не так запоешь. Знаешь, там свое тело старое уже никому не нужно будет. Это у вас, может быть... Ноги задирать будете в 70 лет? Ну да, в 70 лет. То перестань. Я думаю, стоит поскорить точно будет. Надо, буду знать, на ком хотите, хозяин-барин. У тебя такая пойдет? Я сам танцую. Сам танцуешь балет? Ну что, я молчу. Ну я балет, конечно, и танцую. Вы умеете, конечно, держать удар. Я не знаю, это балетная, вот такая, не знаю, натренированная... Нет, у меня просто клык медведя всегда с собой. Ну, удар держите. Талисман или вы им бьете в нужный момент? Пока не приходилось. На богу, талисман. На клыке нет крови, это радует. Намек понял. Я не знаю, кто бы выдержал. Вот я смотрю на вас, делаю даюсь. Я бы сломалась, потому что я на все реагирую. Я на все реагирую. У меня сердце дрожит, рвется. Я даже интервью лишний раз боюсь сдать, потому что меня это опустошает, меня это убивает. Я погибаю после каждого интервью. Как вы выдерживаете столько. Я тоже переживаю, я тоже плачу, но только я делаю это дома, а не на публике. На публике я. Жесть. Правда. Вот я хочу вам пожелать мужчину, перед которым вы не будете жестью. Пусть он будет. Правда. Потому что старость, она как и смерть, она же будет у всех. Я вам желаю прожить долго. И пусть у вас будет мужчина нормальный. Нормальный. Чтобы у вас не было желания что-то придумывать, что-то изображать. Пусть нормальным не будет. Нормальный-то как-то никакой. Я хочу хорошего, замечательного, мужественного, сильного. С недостатками, да? И пусть они будут его милыми особенностями. В ближайшие годы вы не остановите свой выбор на ком-то одном. И я как астролог точно знаю, что вы будете, ну как бы сказать, выбирать. Вы еще будете прицениваться, если говорить о своем. Ну вы знаете, в этом году у вас есть особые показатели, которые говорят, у вас большие шансы восстанавливать отношения с кем-то из прежних возлюбленных. Но уж раз вы пришли на нашу программу, я бы очень хотела, чтобы вы сегодня хотя бы в этих мужчинах, которые будут, рассмотрели черты кого-то из своих былых возлюбленных. И вот именно тогда выбирайте уже его, если что-то замаячит из вашей прошлой жизни. Ну вообще говорят, не возвращайся к былым возлюбленным. Ну звезды лучше знают. Очень скоро женихи попытаются завоевать сердце нашей невесты. Не пропустите. В эфире «Давай пожениться» у нас в студии Анастасия. Идите, знакомьтесь с первым женихом. Удачи вам. Здрасте. Меня зовут Келвин. Это очень приятно. Мне очень понравилось, что я увидел, и я просто возмущен. Спасибо, проходите. Спасибо. Он тебе, не соперник. Думаю, да, Гайка, я согласен с Гайком. Ну я не знаю, у меня просто таких очков нет. Чтобы узнать вас лучше, давайте быстренько посмотрим на экран. Келс, 27 лет. Магистр тонких химических технологий. Владелец ресторанов в Техасе, фабрики в Англии и салоны красоты в ЮАР. Мечтает воплотить в жизнь свой нефтегазовый проект. С подозрением относится, если избранница признается в любви до свадьбы. Келс встречался со страстной и ревнивой девушкой из Малайзии. Принял предложение расстаться, когда поймал ее на воровстве. Надеется, что Анастасия честная, порядочная и интеллигентная девушка. А вы знаете, что перед вами сидит звезда первой величины? Да, это звезда. Да нет, ну что, Лариса, звезды в небе. Правильно, правильно, хороший жених. Звезды в небе, мы все люди, и у каждого свои есть величие. Милай, я тебя сейчас пиарить буду. Красивое, денег, вон сколько немеренное количество. А сколько у вас, кстати, денег? Вы откуда знаете про состояние? А сваха должна знать, это самый главный материальный достаток. В общем-то, разведка донесла. Главное, дети, смотрите, какие красивые будут. Сумасшедшие просто красоты будут. Я не горючаю руки. Если что, Настя, в конце концов, еще один для пресс пойдет просто. На будущем надо хорошо смотреться, правда? А что там с девушкой из Малайзии произошло? У нас был такой страст, да, вот отношения. Но я заметил, что она все-таки тоже кому-то удивляет внимание, которое она не хотела, чтобы я знал. Нет, что она у вас украла? Украла, не от меня, а от, скажем, друзей каких-то, да, которые просто... Она воровала у ваших друзей? Да. Какой ужас. А может вы сами не дарили ничего? Мы же одних не любим. Нам же одни нужны, нам самолеты нужны. А согласие ваших родителей, вы все-таки мальчик большой, но 8 лет разница, привезете русскую жену, отреагирует. Подождите, мы никуда не едем. Подожди, сейчас женихов распугаешь мне. Представляем. Для вас важно вообще мнение родителей, нет? На 3%. Они раз в интернет, а там скандал за скандалом. На 3%. Мне уже 27 лет, поэтому на 3% важно. А может быть они в интернете узнают, что она великая балерина, очень известна в России. А вы бы смогли жить с женщиной публичной, про которую все знают? Вокруг папарацци. Выйти в магазин нельзя за батоном хлеба. Все время на виду. А вы человек не бедный. Который, кстати, дома бывает не часто. Дома бывает не часто, потому что гастроли, конечно. 5 часов. 5 часов в день, да. Ничего, вам хватит. Но у меня это... Дело в том, что я люблю танцевать. Я люблю танцевать со мной. И я все... Нет, партнер у меня уже есть, подождите. Ну так получилось, звезды сошлись, поэтому... А вы, кстати, знаете, наверное, что Анастасия очень... У нее активная гастрольная деятельность. И дома у вас, наверное, и 5 часов в день может. То есть борщец. Потому что она бывает месяцами на гастролях. За такая красава я готова. А вы готовы к тому, что вот женитесь, а потом фотографию видите вашей жены в голом виде? Так если он ее наблюдает в голом виде? Так он видит меня, будет в постели. Я думаю, что вряд ли он видит его. Одно дело, это он видит. Это ваше дело, как говорится, личное. А другое дело, вся Америка посмотрит. Так Анастасия уже, мне кажется, не увидит. Ну, да, не увидит. Эти фотографии могут смотреть дети. Ну, кстати, да. Вот тут она тоже права. Твои дети могут смотреть эти фотографии. Скажите, вы будете составлять брачный контракт, если выйдете замуж в следующий раз? Вы знаете, я, во-первых, сразу могу сказать, ни брачных контрактов, ни... Есть у меня такое предположение, что и печати в паспорте. Потому что я не хочу потом каких-то последствий. Вот мы с Игорем, моим бывшим мужем, расстались, и мы ничего не делили. Ни ребенка, ни имущество, ни деньги. Все продолжается со своим мечом. Скажите, а это вот мудрость, если так назвать, пришла опытным путем. Просто я столько увидела в жизни, и для меня все, что я вижу в жизни, это своего рода жизненный опыт, и я в нем вижу, как... А знаете, хотите еще? Потенциал. Да, я хочу еще родить сына, конечно же. Послушайте, семья держится как раз вот этими и штампами. И вот когда начинает делить, как раз и мозги включаются, чтобы не разводиться бы. А вот так бы стоял наш там бы, и до сих пор мы бы с Игорем бы и жили бы себе, как говорится. И дочка у вас была бы при отце, вот прямо рядом бы. Да ну бы. А у нас не дочка при отце, а отец рядом. Только она и так вроде рядом. А муж первичен, дети вторичные. Дети первичные, муж вторичные. Ничего подобного. Я так считаю. Но нет правды. Для меня... Дети плод любви. Ради ребенка любая женщина отдаст почку, печень, кровь свою, жизнь свою. Ради мужа? Не уверена. Может быть сумасшедшая какая-то. Потому что у любого мужа есть мама, для которой он ребенок. Ребенок, он часть тебя. Не знаю, не знаю. Слушай, что значит, не знаешь. Муж, он даже не родственник. Скажите, а у вас есть, наверное, какие-то вопросы к Анастасии? У вас навряд ли появится еще такая возможность пообщаться вот так вживую. Спрашивайте. Да, правда, это улыбка. Знаете, вы так смотрели. Все, полный рыбалдеет от этой улыбки. Дело в том, что... Самолет-то есть? Самолет есть. И будет. И будет еще. Будут какие-то ограничения по отношению к своей жене в семье? Будут какие-то запреты, может быть? Вот, например, такие. Или какие-то пожелания. Да, такие. Такие вещи не делаются. Не-не-не-не. Знаешь, мне приятно смотреть. У меня она длинный. Мне лучше, чтобы она делала, чем другой девушке делала. Понимаете? Да, я бы не смотрю, это моя жена. Да, я все-таки вам вопрос задала. Я вот, если я вот влюбился в девушку, это мое дело. Вот. И поэтому я буду всегда как раз ее принимать. Если даже другие люди, даже включая мои родители, не соглашаются с этим, я все равно буду ее любить. Спасибо. Покажите то, что вы приготовили для Анастасии. Проходите. Спасибо. Yeah. Where are you from? I don't know. I'll feel you. Oh, слушай, а клевая песня. Нормальная армянская тема. Хорошая армянская песня. Джон. Джон. I do, 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 do. I do, do, do. Спасибо. Спасибо вам, парни. Отправляйтесь в свою комнату и там посмотрите на нас. Ну парень хороший какой-то. С прагматической точки зрения, на самом деле, Анастасия Юрьевна, чем его плюс очень большой, то, что я увидел, мы часто едем на гастроли, понимаешь, то есть у нас в программе встречаются вокальные певцы, то есть, соответственно, он может и в программе участвовать, понимаете, то есть как бы... Приорчить его, да? Да, то есть, в принципе, при желании можно и, в общем-то, как-то его возвысить, поднять. Когда ребята вышли, начали делать движение, да, она вот, она чувствовала, видно было. Она чувствовала, потом как-то прекратила, значит... А потом замерзла. Да, потом так замерзла, и так замерзла. Снежинка замерзла. Снежинка замерзла, это. Настя, а вам как пес? Нет, ничего, молодой мальчик хороший, я думаю, что встретит судьбу свою, споет вот так девушка. Не в твоем лице, ты хочешь сказать? Споет девушка. Сидит такая уже циничная, 5 лет уже. Молодой мальчик. А вообще не нравятся молодые? Ну, вы знаете, для создания семьи все-таки я предпочла бы человека или моего возраста, или старшего. Она глаз положила на тебя. Ну, во-первых, Лариса, успокой тебя, в порядке у него все с этими делами, я имею в виду с деньгами, самолет есть, и самое главное, с машинами тоже, если надо, еще купят. Более того, вообще на все согласен. И самое интересное, знаете, Настенька, все-таки детей-то надо от молодых рожать, а не от старых, знаете, я все-таки так считаю. Вообще нужно от хороших рожать. Рассматривать надо, от подходящих надо. Правильно говори. Ну, да. Мне он показался удивительно открытым, и это говорит о его большой развитости на самом деле. Во-первых, он говорит очень хорошо по-русски. Но это не единственное его достоинство. Я не буду сейчас вдаваться в тайны его биографии, но мне он очень понравился. Правда, я предполагаю, что Анастасия привыкла к мужчинам немного другого типа. Я думаю, что на втором этапе общения с ним, это его большая закрытость как раз и откроется. Мне кажется, что вот как раз в нем эта открытость и душевность, это до некоторой степени... Ну, какая же открытость, Василис, если он не признается в любви? Да, у него есть какой-то... Он говорит, что для меня, главное, чтобы не любит, когда девушками признаются в любви. Нет, 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 Лариса, я... А лазурость какая-то детская. Нет, смотри, на самом деле, он, правда, очень болезненно воспринимает. Я думаю, что для него слова любви это самое главное. Он боится, что они затаскаются. Знаете, я просто вижу, что не то, что мне этот человек не подошел бы, я бы ему не подошла, потому что я настолько эмоциональная натура. Нет, 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 он хочет... Слушай, он женщина, но он сам боится своих желаний. Он еще не разобрался сам в себе. У него голос может пропасть, если он увидит меня. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью. Новые встречи через несколько минут не пропустите. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Анастасии. Идите знакомьтесь с старым джинфом. Удачи. Так. Привет. Это тебе. Какой еще... Аккуратно. Ну, она все равно стоит. Цветы белые я люблю действительно больше всего на свете. Здесь два букетика. А почему два, кстати? Один это для тебя, а второй для Ариши. Какая прелесть. Вообще, мне так приятно всегда, когда люди уделяют внимание не только мне, но и вот Аришке. Спасибо, проходите. Пойдем. Спасибо. Вы ко мне припаркутите, светочки? Да, да, я там прислоню как-нибудь. Сколько светочков купил у нас, дарит ей. Сказал, для бабушки несет. Вы первый раз видите Анастасию. Почему на «ты»? Вы плодорно воспитаны. Всегда хочется сказать привет. Угу. Вот. Ну, хорошо. С кем вы пришли? Это моя сестра Лена и подруга Лера. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Здравствуйте. Владимир, 31 год. Владелец машиностроительного завода. Пересек Атлантический океан на собственной яхте. Недавно приобрел вертолет. Мечтает заключить очередной брак на небесах. Владимир в поисках идеальной спутницы жизни сменил трех жен. В качестве компенсации за моральный ущерб каждый оставил по особняку. Надеется, что Анастасия окажется в совершенстве. Вы пришли, потому что звезда? Нет. В первую очередь хочется познакомиться с хорошей девушкой. А вы меня откуда знаете? А где-то видел. Он не знал, кто это? Да. Правда? Мы рассказывали ему. Наверное, он из института Даунов с художественным уклоном. Он вообще не смотрит. А в надежде океан пересекала. А интернет тоже не видит. Он не смотрит. Я не могу знать, кто такая Волочкова. У меня на заводах нет постеров твоих. Давайте верить в то, что нам говорят. Настя же тоже 90% гонит. Поэтому будем верить и Анастасии, и Владимиру. Как только не пришли. Окей, я принимаю эту игру, я включаюсь. Та-да-да-да. Внимание. Значит, вы не знаете, кто Настя. Вы пришли, потому что хорошенькая личика, да? Нет, ну, конечно. Вы видели хотя бы фотографии мою? То есть вам... Перед тем, как вы сюда попали, вам показали. А показали главные фотографии? Те главные, да? Те главные, да. С большой парень, с Мариинкой все-таки. С Майдивья, с Маленького острова, да. Не, не у Скольской. Скольский, да, что-то есть такое. Вы скажите, вы были женаты? Да. Женились практически на ребенке. И было 15 лет, да, когда вы стали вместе? Нет, мы стали вместе жить, но ей уже было больше 16. А вам сколько было к тому моменту? У вас родился ребенок? Да. И что мешало жить долго и счастливо? Мне хотелось детей, чтобы была еще больше семья. А она что, сказала, хочу учиться? Она сказала, что хочу работать. Что же в этом плохого? В этом ничего плохого нет, но все должно быть какими-то этапами. То есть я не был бы против работы, но... Мы хотели определять, когда ей работать, когда не работать. И сколько рожать детей? Про детей я хотел, чтобы это происходило. 9 лет она ждала второго ребенка, а она не согласилась. Да, то есть после 9 лет совместной жизни уже хотелось как-то дальше. И вы от нее ушли к другой женщине? Да, тут уже был у меня такой курортный роман. Молоденькая, которая вам опять родила? Да. Анастасия, а что вас интересует? Вообще вот какие-то вопросы перед вами? Простой, богатый человек. Сколько раз в год вы отдыхаете? Раза 4, наверное. А если, допустим, ваше свободное время не совпадет... Не совпадет. Прямо угадали вам Анастасии по ее гастрольным графикам. Разрешите поехать ей, допустим, с Ренатом? Мое время вряд ли не совпадет. Нет, если вдруг так не совпадет, а Анастасия скажет, что устала, невозможно. Хочу на острова дня на 4 восстановиться. Сгоняем на острова. Около Волгограда там есть острова такие. Туда сгонять нетрудно. Вы уравновешенный человек, но я имею в виду не в том плане, что там психованный или нет. Ну так, чтобы с ней... Ну вот, например, приезжает Анастасия с очередного отпуска с Ренатом. И Ренат с вами делится, показывает фотографии, которые сейчас обсуждает вся планета Земля, которая сделала с Ренатом. И просто говорю, так получилось. Если есть достоинство, почему-нибудь надо прятать. А вы что? Нет, просто я очень сильный человек. Я еще раз говорю. У меня тоже график насыщенный. И поездками, и отпусками. Если будет понимание, конечно, мы будем ездить вместе. Что вы так обтекаете? Я вам задаю конкретный вопрос. А вы, конечно, сильно любили? А может, я тоже простой вопрос, зная Настю. Настя очень любит сюрпризы. Игорь Вдовин делает после каждого концерта, Настя получает, в какой бы точке она ни выступала. Я, в принципе, даже жду, если мы на Луну поедем, да, то там мы тоже получим какие-то цветов. После концерта. То есть после каждого концерта. То есть даже уже после того, как вы расстали. Да. У нас вообще вариант есть, чтобы с ним снова сойдетесь? Ну, вы знаете, как семья, нет. А в людях? Вот как Фраде говорит, может, не серьезная бы, да? Потому что она нам не нужна. У меня вопрос. Какой самый романтичный поступок вы совершали по отношению к своим женщинам? Потому что Настя очень любит сюрпризы. Я избалована, честно говоря. Вот, внимание, сюрпризами, цветочками. Я их так люблю. Я их сохраняю всегда. Не какой вы сделаете для Насти, а вот уже был. Я ей колеса накачал. Я же насосовой фирмы... Я же насосы продаю. Вот, Игорь Александрович, он поезда останавливал на пути и фейерверки устраивал на рельсах. Или, например, я захожу в ресторан, в кафе, отметить с ним второе какое-нибудь сентября. Мы отмечали каждое второе число каждого месяца, потому что мы познакомились с 2 июня. И вы посмотрите, в ресторане просто кафе. Лепестки роз везде. Свечи, цветы, вино уже охлаждается белое. Салат листики на столе. Товарищи, мы тут женимся. У нас он Волод принял. Да, да. Да, да. Вы говорите, да. Потому что Володя скучный такой рыбы с травой. Просто невозможно уже не восстановить. Да, ну а что, интересно. Запугались. Он может за такую женщину бороться. Ну низкий ему русский поклон. А она все из-за своего бывшего рассказывает. Ну хорошо, так потому что невозможно. Она хоть что-то рассказывает. Вам что нужен? Балаболка? Вам балаболка нужен? Нет, не балаболка. Но я хочу, чтобы вы хоть что-то сделали. Вы хоть как-то заинтересовались? Вы добавиваете женщин, помимо выписки со своего счета? Я думаю, да. Вот вам задал вопрос Сват или Свате. Чем удивлялись своих предыдущих? Вопрос романтики, он очень интимный. Я тут не буду говорить о том, как появляется моя романтика. Тогда давайте посмотрим, как это проявится в виде сюрприза. Правда? Пойдемте посмотрим. Есть такие штуки. Я очень далек от балета. А мне это как раз близко. Да. Дайте мне, смотрите, это женские, мужские. Я вот думаю, это скорее мужские. Это мужские. Я вот очень хотел понять, как же ими пользоваться. Вот этими, доброе сердце, уже никак. Мне нужен мастер-класс. Вот этими уже никак, потому что к мужским ленточке не пришиваются. Но ничего, но их нужно, во-первых, надеть на ноги, я думаю. Ужас, он ей белые тапочки дарит. Видел я тебя в белых тапочках. Это что-то новое, вы знаете, ноу-хау. Такой балет. Унисекс, да, Пуанте? Ну, тот факт, что Анастасия примеряла их на свою ножку, я думаю, они уже сегодня будут стоить за решетом. Это хорошо, да. Вы заметили, кто кому сюрприз делает? Я вам не могу. Вы заметили, например, что вы... Посмотрите, какие каблуки, 15 сантиметров. Тогда хотя бы снимите уже фуанты и наденьте штуки. Если это мне, то это не как для Золушки. Слишком плохо обо мне подумали, такой большой размер, если это мне. Спасибо большое. Вы можете забирать свою подручку, если вам пригодится. Да, спасибо. Попытался, в общем-то, как-то показать, что он, в общем-то, самоуверенный мужчина. Да, цикнул. И вы тут его сразу облили ушаном воды, понимаете, в бедности делали. Ой, знаете, как это о многом говорит. Мужчина надо беречь, понимаете. Холите, лелеете, понимаете. Вы сразу как-то раз, и человек потерялся еще с цветушкой, но хотел от души как-то, в общем-то, показать, что он сюрприз. То есть он, в принципе, где-то случайно, что Анастасия, Ренат, мы стали проведать. Нет, это Настя. А еще взяли его и практически опустили. Вот, я в меня согласен. Ну почему? Ренат, Роза, а ничего, что на самом деле поначалу вы задавали жесткие вопросы Анастасии? Ничего, что поначалу ей пришлось отбираться? А она из этого шоу-бизнеса! А мы-то нет. Извините, мы не шоу-бизнесы. Да, у нас из реального сектора экономики. Абсолютно. Я не понимаю, почему серьезные люди должны разговаривать абсолютно. Мне показалось, что мужчина, который не сильно прислушивается к своим женщинам, потому что если он свою 25-летнюю даму ждал, когда она родит второго ребенка, учитывая, что она уже подарила ему первого, наверное, она хотела реализоваться все-таки как уже женщина-профессионал в чем-то. Нет, сразу видно, что у них таких мужиков, как у Вова, не было, конечно. У этого-то понятно вообще, у пончика. Вот вы были правы, да? Человек сидит, он ничего не говорит. Ну вы погасили просто его, поэтому он, бедный, потерялся. Ну дело даже не в этом, просто он не отметил на те вопросы, которые даже были заданы. Абсолютно. Я считаю, она не подойдет, вот честно, даже тебе с ее вот этими звездатами. Она не другого человека может любить, а может любить только себя. Владимир произвел впечатление человека, мужчины, который не заинтересован в поиске женщины. Несмотря на то, что его погасили, он не боролся за себя абсолютно, он не боролся за вас. Было ощущение, что он пришел, впечатлил вас цветами, сел, оплыл, в общем, и слушал, что происходит. Ну, не получится с таким человеком, с такой звездой, но найдутся другие желающие. Впереди у нас третий жених и судьбоносный выбор. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся», и я предлагаю вам, Анастасия, войти и познакомиться с третьим женихом. Удачи. Знаете, бог любит троицу. Третья попытка. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Чего ты пугаешь, Настенька? Вот что, когда я видел тебя. Что за балет? Поцелуй меня в пачку. Поцелуй меня в пачку. Это вам. Спасибо большое. Я очень люблю. Спасибо большое. Как вас зовут? Доброе утро. А, меня зовут Айк. Мне очень приятно. Айк. Айк, да. Очень счастливый. Я просто идиот. С кем вы? Я со своими друзьями. АПЛОДИСМЕНТЫ Значит, Карен и Арайк. Очень приятно. Давайте на нас посмотрим. Айк. 35 лет. Директор корпоративных рисков в иностранной компании. Пишет сценарии для популярных юмористов. Имеет американский паспорт и дом в Сан-Франциско. Ищет внимательную женщину, похожую на его мать. Айк влюбился в мусульманку из знатной семьи, но ее родители не дали благословления на брак. Надеется, что родные Анастасии примут его как родного. Бать, в чем проблема Айка? В том, что он так привязан к маме? Или, может быть, заюморил своих всех подружек? Любит легкие независимые отношения, любит независимых свободолюбивых женщин. И сам относительно женщин независим. А женщины, когда видят мужчину такого свободного, думают, может быть, независимость равно не заинтересованность в ней. Но и, может быть, делает шаг в сторону. А что так мало нажили-то? А как оцениваешь ты-то? После парохода ваш дом в Сан-Франциско с вашим паспортом. Ну да, я заметил, тут пароходы, самолеты, верстолеты. Не котируется-то. Девять заводов. Ну да, заводов у меня нет. А ваш самолет-то есть? Айк! Для счастья нужен обязательно самолет. Насколько я понял, у него есть прекрасный друг из Чили. Чилиец. Который будет вам помогать. Который меня тоже... Может, он мне не коня, но хотя бы пони там купит. Я не знаю. Я тоже буду рядом кататься. Как Санчо Пансе. Да. Слушайте, тут на вас на всех. Вы знаете, сколько вас тут ходят? Всем пони дарить. Чего ты не сказал про яхты? Не позвал ее завтра с собой летать на яхты? Мы скромные. Вы с родителями в каких отношениях? Прекрасно. Прекрасно. А где они живут? В Сан-Франциско. Скажите, вы зависите от их мнения? Ну, если были проблемы с мусульманской девушкой, понятно. Вы знаете... Да, я вам так скажу. А вот с Анастасией, допустим, зайдут в интернет. Как прощутся, будут зашевелиться, да, там фотографии. Или где там, на дне рождения тоже рассказали, что она там в трусике снимает. Что вы там делаете? На интернете много... Одевала. Коля Баска в трусике подарил, я их надела прям под платью. Я маме скажу, что это в фотошап. А, ну, не снимала, одевала. Всегда можно на фотошап. Ребенок есть у Анастасии. Я обожаю детей, и, в принципе, мне абсолютно все равно, если у кого-то есть ребенок. Наоборот, у нее, честно говоря, мало детей. Мне казалось бы, еще троих-четыре. Мне не в горячее. Анастасия очень привязана к бывшему мужу. Не будете ревновать к истории? Я люблю доверять человеку. Если нету доверия, то нету толку быть с этим человеком. Коша, нет, кавкотский парень. Зачем ревновать? Езжай, 8 минута завтра готова. Не надо ему появляться. Настя, а вы сами-то ревнивы? Вот, представляете, перевертыш, наоборот. Вот вы влюбляетесь в мужчину, а он вот так же привязан к своей бывшей, как вот Игорь к вам. Вы знаете, я не ревнивый человек. Я, на самом деле, я просто... У меня немножко другой подход к личному отношению. Я считаю, что если человеку хорошо, то ему должно быть хорошо, и я приму его тогда, когда ему будет хорошо. Вот, честно, даже это дико, наверное, но для меня вопрос измены физической, он не является таким существенным. Она при этом скажет, Вов, это ничего не значит. Да, я не считаю, это измена. Я в душе с тобой. Деньги даешь мне ты. Все хорошо. Я тебе не изменяла. Если вы человек религиозный, то... Я не проповедую, понимаете, измены. Просто я говорю о том, что если это случается в жизни, то это не показатель того, что нужно убить человека или разрушить семью. Это естественно, это понятно. Дело нужно войти в положение, понять, простить, но только если это однажды, если системно, то... Мне кажется, если что-то должно случиться, оно обязательно произойдет, и чем больше ты пытаешь себя от этого как-то застраховать, тем больше ты даешь этому шансу учиться. Да, вот если вы влюбитесь вот так, чтобы голову снесет просто напрочь, смогли бы поменять место жительства? На Америку, честно, нет. А Европа? Я могу сделать только это вынужденно. У меня уже был период, когда я уезжала в Лондон. Потому что я считаю, что вот я своим именем, своим присутствием здесь и вообще всем тем, что я в жизни сделала, я могу больше помочь нашим детям, чем детям за рубежом и на Западе. АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что они меня здесь знают. И этот характер заворит мне просто влюбляться, просто по поводу. Влюбился, честно, влюбился. Это мой, да. Влюбился, да? Да. Жениха опять забыли. Да, я тут сижу, скучаю вообще. Сидит и слышит, и тушу развесил. А чтобы не скучать, расскажите, какую жену рядом хотели бы видеть. Вы же не всегда мечтали именно об Анастасии лично. Ну да, конечно, не всегда. Ну, долмана, да. В принципе, я люблю хорошо поесть. Я не умею готовить вообще, честно. И не умеет просто есть. Телефон быстро умеете, может быть. Вот. У меня хозяюшка Раечка, она такая прекрасная. Скажи, Раечка. Вот это уже плюс. Скажу. Потому что на самом деле и хорошо поесть не любишь. И так и что? Значит, вы любите хорошо. На листочках живете. Я ем салатные листья и шпинат в основном. Потом начинается включать диету. А Раечка готовит очень вкусно. Не надо столько шпината есть, будет подагра. Будет такой тетей Настей подагрической ходить. Не надо, не ешьте, много железа. Потом балетки не померишь так при камере. Будет такие пальцы заскорузлые, ужас. Вот и обрадуется, как народ, представляете? Наконец-то. Скажут, знали наказание ты ей. Да все. Она почему-то считает, что у нее очень много врагов. Она вот такая самая восхитительная, у которой очень много врагов. Чего не простите своей жене? Ну, я бы сказал, измены, наверное. Во-первых, в первую очередь, измены не простил бы. Ну, и плохое отношение к детям, например, или к моим родителям. А вам надо докапываться? То есть, если вам сообщат о том, что ваша жена изменила вам... Я не буду есть, рыться, я не буду ставиться, ковряться. Я напрямую спрошу. Тогда вы ее прижибете, поверьте мне. Потому что столько будет доброжелателей вам сообщать о том, что у нее там... Я ни на что не верю. Я так все равно... Брете? Вы только что сказали, что это... Я обычно сам спрошу. Чего достаточно? Конечно, вам скажут, что, конечно, не было ничего. Пойдемте, посмотрим на сюрприз. Какой-то подошел ко мне вдруг на улице. Да. И скажет, волочковый полный видит на Красной площади. Я знаю, что вы умеете танцевать... Правда? Какая неожиданность. Но я не знаю, что вы умеете танцевать армянские народные танцы. Поэтому я хочу, чтобы вместе с вами сегодня потанцевать. Проверить, как вы танцуете. Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Ты же умеешь? А я не знаю. Открывай двери. Пошли, пошли отсюда. Вот на заканчивающий передач. Спасибо. А, молодые сечки. Да, 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 да. Возвращайся обратно. Перекол, люди. Кавказ, интересно. Идите, Настя, я вас забираю. Мы мечтались. Спасибо вам. Готово? Вот для этого у тебя клык. Для таких случаев. Маша и Ренат, что вы скажете? Мне понравился этот жених, потому что у него есть хорошее чувство юмора в нашей компании. Это очень важно. В этом мы успели с ним. Без чувства юмора жить рядом с Анастасией Юрьевной невозможно. Есть стержень, чувствуется. А этот стержень чувствуется по отношению, например, к семье. Молодец, умничка, супер. Ты понравился единственный. По-моему, других вариантов вообще нет. Он говорит, что он не простит измены. То есть не уточняет, какой. Анастасия до этого популярно объяснила, что такое измена. Опять-таки для нее. То есть не уточнила. Поэтому вполне возможно, что может быть что-то случится. Конечно, чтобы затащить Анастасию в свою коморку, он сейчас будет соглашаться со всем. Гайки закрутит так. А уже будет сам Франциска в своем доме. Естественно. Поэтому там могут... Настя, а вы как к бракам межнациональным? Ой, да мне все равно, честно говоря. Мне кажется, не стоит строить проблему из-за того, что кто-то другой религии даже или другой веры. Чтобы человек был хороший, да? Конечно. Для меня люди разделяются на две категории. Есть люди и нелюди. И все. Других понятий никаких нет. То же самое, что я каждый день говорю. Есть хорошие люди, есть плохие люди. Конечно, Настя, он не ваш человек. Конечно. Потому что вряд ли он будет терпеть и гастроли, и друзей. Терпеть, конечно. И вот эту шумиху вокруг вас. Вот если выберет тебя, то шумихи эта станет меньше. Он любит женщин, которые так не держат за душу, как вы. И сам явно не тот мужчина, который будет сидеть около юбки или около пачки, около любого предмета женского гардероба. Достаточно свободолюбив, такие мужчины очень часто позволяют себе измены в браке. Вот те самые физические. Хотя сам он этого явно не потерпит. Такие мужчины очень часто позволяют тебе быть ветренными повесами, заниматься лишь своими интересами. Я думаю, что вы не будете готовы к мужчине, который вам уделяет не очень много внимания. Вот это именно я, красавица. Может, на ней женишься. Маша, ну кого? Есть достойный-то, нет? Я рекомендую выбрать Айка. Мне кажется, из всех женихов он в ситуации таких общественных нападок на Настю, он сможет защитить, по крайней мере, сможет что-то ответить. Спасибо, Ринат. Из всех троих я тоже выбираю Айка. Я думал, она худая будет, а оказалось, но это совершенно нормально. Еще пяти детей вынести без проблем. Я, конечно же, вам не рекомендую никого. Келс, не ваш человек, вы никуда не уедете. Владимир, вы будете существовать просто абсолютно, разговаривать на разных языках даже страшнее, чем с Келсом. А Айку не даст никакая мама жениться на вас. Вы что, она сразу заболеет или умрет? О чем вы говорите? К сожалению, это правда. У нас сегодня такая же ситуация. Владимир вроде бы лодку может предоставить жизненную, такую хорошую, как говорится, но ролевой никудышный. Айк, ну извините, нет у него ничего там, кроме даже пони у нас спрашивает. Ну, вроде бы рулевой неплохой. Ну, я, конечно, не за... Я больше за материально. Вы что, меня извините, лучше пусколодка будет хорошая. Я за Владимира. Ну что, выйдешь за ней? Ну, может быть, и выйду. Конечно, не факт, что понравился именно я. Может быть, ей просто нравится Пабло. Но я выйду. Так и быть. Я тоже должна сделать вывод, что сегодня не было мужчины, перед которым вы могли бы сделать, ну, хотя бы деми плие. Не говоря уже про плие. Я ее обожаю. Обожаешь, да? Я ее обожаю. Не просто любить, я ее обожаю. Дай бог, дай бог. Ну, не слишком, как ханатка, но обожаю. Настя, руководствуйтесь, как вы делали это всю жизнь. Только своим разумом слушайте только свое сердце. Мы вас поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс с их номером по телефону 4-4. Мы не знаем, выйдет Анастасия одна или с избранником. Я приглашаю всех. Выходите, давайте ее поддержим. Я просто не верю своим глазам, но я вас тут здесь. Да. И снова здравствуйте. Я думаю, сейчас Сан-Франциско, если смотрят, они за вас очень горды. У нас есть пара Анастасия и Ай. Если вы хотите оказаться на месте нашей герои, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Я Лариса Гузеева желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай поженимся. Удачи. Любите, Андрей сказал. И повел ее в глаз. Лев, честно. Да. Подгуливал. С девушкой был, когда приехал на Диму. Значит, обязательно. Не, ну честно, честно, вот мы никому. А вас жена обила, да? Да. Обалдеть. Телевизор посмотрели, пузо почесал, спросил, а где там наши спиногрызы, пяток. Вот так вот мы отдыхаем, вот так вот проводим время. Интересно попробовать. И мальчики, сначала нагуляйте, господи, потом женитесь. Любите девушки в простых романтиках, отлажных летчиков и моряков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова